Добрый день, меня зовут Максим. Конкретно в этом ролике я хотел бы сказать пару слов в ответ на многочисленные запросы относительно, каким образом можно заработать денег в Америке, пока ты сидишь, дожидаешься разрешения на работу или изменения своего миграционного статуса. Ну и вообще, то есть глобально, чем, собственно говоря, в Америке заниматься. У меня позиция, сугубо моя, это работать на себя. Я, в принципе, изначально был под это заточен и занимаюсь этим последние где-то 12-15 лет своей жизни. Кроме этого, у меня, конечно, есть определенные профессиональные навыки, и я, как бы, совершенно спокоен, что если вдруг не сложится ситуация с каким-то персональным бизнесом, я смогу проплавиться и найти работу и куда-то трудоустроиться. Это для меня не является проблемой. Вот. Но огромное количество людей, конечно, находится в другой ситуации, чем я. И прежде чем ехать в Америку, они, естественно, задаются вопросом, а что мы там будем делать. Ну, скажем так, я могу рассуждать только о том, что знаю сам наверняка, и то, что вижу, что меня окружает, чем занимаются мои знакомые, друзья, кто уже живет в Америке или кто собирается. Основной, наверное, мейнстрим сейчас – это интернет-торговля. Практически, ну, для тех, кто младше 40 лет, вот, это все понятно. Многие занимаются интернет-торговлей в России, и, собственно говоря, это такой дистанционный вид бизнеса. Не обязательно находиться в Америке, можно жить где угодно, чтобы заниматься достаточно эффективной интернет-торговлей и интернет-коммерцией. Вот. Америка для интернет-бизнеса – это вообще идеальное место, это теплица, где выращивают ананасы. Вот. И здесь заниматься вот этим вот интернет-бизнесом крайне интересно. Поэтому, если вы еще находитесь в России, вы уже сейчас можете задуматься, каким родом интернет-бизнесом вы займетесь. Вот. А что в основном распространено? В основном распространена обработка заказов. То есть, зная, что в России многие категории товаров стоят крайне дорого, но при этом крайне востребованы, вы можете заранее для себя, ну, исходя, опять же, из ваших предпочтений и интересов, например, заняться одеждой. То есть, как это выглядит. Я ниже в описании приведу линки, для тех, кому это будет интересно, на основные ведущие американские магазины. Вот. Вы можете спокойно заниматься тем, что собирать онлайновые заказы на любые виды вещей. Там, детские вещи, женские, мужская одежда, еще что-то. Вот. Ну, естественно, для этого нужно находиться уже в Америке. Вот. Вы можете эти ссылки переслать своим друзьям, знакомым, кому угодно. То есть, все зависит уже исключительно от вашей активности. Там, прорекламироваться через социальные сети, еще через чего-то. Вот. И, соответственно, уже собирать эти заказы. То есть, сами вы будете заниматься исключительно обработкой этих заказов. То есть, на ваш адрес проживания, где вы там будете в Америке находиться, будут приходить уже заказы от этих людей. То есть, эти вещи, какие-то там товары, еще что-то. Вот. Вы это консолидируете. И дальше уже, собственно говоря, пересылаете в Россию. Вот. Способов доставки очень много. Есть способы прямой доставки. Это вот EMS, USPS. Немножко дорогой способ. Вот. Есть способы от различных маленьких компаний. В основном, это украинские компании. Типа Ukraine Express, там, Mist. Еще какие-то компании есть. Спрашивать у меня, мне не жалко. Я поделюсь информацией. То есть, как я уже говорил, у меня проект эвакуировался сам. Помоги другим. Вопрос, чтобы удержаться на плаву, находясь в Америке, он крайне не важный для людей. То есть, люди должны быть уверены в том, что хотя бы у них будут деньги на питание, на оплату жилья. И на какие-то там текущие нужды. То есть, я как бы все, что знаю, я расскажу. Мне не жалко, как бы я за это денег не беру. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше уже зависит от вас. То есть, вы эти вещи сконсолидировали и дальше переслали в Россию. Второй тип электронной коммерции – это непосредственные продажи. То есть, вы можете сами эти товары продавать через российские какие-то веб-сайты. Очень много людей, которые живут и в России, и за рубежом. И на этих сайтах типа Слондо, Авито, Молоток продают эти вещи. Кроме этого, есть сугубо американские сайты, которые предназначены для продажи, как по всему миру. Это типа eBay. Вот, кроме eBay, кстати, есть и другие ресурсы. Вы можете сами в интернете посмотреть. Вот. Или есть специальные торговые площадки, которые заточены исключительно под американский рынок. Вот. Ну, для этого, естественно, нужно будет рискнуть. Вам нужно будет разобраться, как и откуда, и где заказывать товар. В Америку все очень быстро приходит. И из Китая, и из Гонконга, и из других стран. Тут нет такого демороя с таможни, как в России. Вот я столкнулся со своим бизнесом с российской таможней. Однократно не сталкивался, и это, собственно говоря, стало последней каплей. Почему? Я принял решение уехать, потому что это было просто невыносимо. Каждый день, когда тебя нагибают, отпускают, и, собственно говоря, издеваются. Будет цинично, затворишь собственные деньги. Это неправильно, на самом деле. Вот. В Америке этого нет. Здесь очень быстрая доставка, все прозрачно. Вот. И дальше вы можете продавать все, что угодно. То есть, все зависит от вашей фантазии и ваших предпочтений. Опять же говорю, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте без проблем. Все, что я знаю, я расскажу. Спасибо. Вот. И дальше оставайтесь на канале, подписывайтесь. У меня очень много сейчас творческих планов. Вот я на днях пообщался с одним очень интересным человеком, Евгением. Вот. Он мне раскрыл глаза на многие вещи. Ну вот, и сейчас я себе составил такой небольшой schedule, планировщик по поводу того, что я сейчас буду реализовывать в ближайшее время. Поэтому следите за анонсами. Вот. И я надеюсь, что в течение этого месяца я вас порадую еще какими-то интересными роликами. Спасибо. Спасибо.